Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. Начну я, наверное, сразу с конца. Вот, вы спрашиваете, что я могу сделать, он перестал себя убеждать в том, что я плохая. Ответ, ничего. Если вы будете стараться его перебеждать, то, в общем-то, это его только от вас ополкнет. Я думаю, что это очевидно, и мне кажется, что коллеги, мои вам уже об этом скорее всего сказали. Итак, мне 27 лет, молодому человеку 29. Вместе мы 12 лет, 10 лет жили вместе. Хочется сказать, что срок довольно большой у вас в отношении, и с учетом вашего возраста, я думаю, что, ну, за то время, чтобы изменить, вы успели измениться. Кто-то в большей степени, кто-то в меньшей, но вы успели измениться. Молодой человек, так точно. Эти изменения, их нужно учитывать. Дальше. Наших детей нет, не расписаны. Он меня очень любил, ценил, заботился, творил подарки, даже которые я себе не мог позволить. Я бы сказал, что в таком отношении, в таком поведении по отношению к вам проградывается нарушение личных границ молодого человека своих. Я, конечно, не знаю, приложили ли вы свою руку к тому, что он вел себя с вами так. Вот. Но эта история не очень хорошая. Это история про то, что вас, молодой человек, идеализировал. За идеализацией всегда следует деидеализация, собственно, что и происходит. Другое дело, что вы как будто бы воспринимаете вот его такое поведение и отношение к вам как нормально. Вы пишите, что всем хвастал со мной, стояло у него на доставке, я его тоже очень любил, оно не перехватывало, то есть говорило мало комплиментов. А почему? И вот здесь как будто бы ощущение, что вам перестали показывать, что вы ценны. То есть перестали подчеркивать вашу ценность. И, в общем-то, как будто бы это сильнее всего вас задевает и травмирует. Как будто бы. Никаких претензий ко мне не было тогда. То есть, опять же, вы хотите сказать, что все было хорошо. А почему вы думаете, что если не было претензий, то в действительности молодого человека все устраивало? Десять месяцев назад начались ссоры на пустом месте, я не такая как надо и все бесит. На пустом месте ссор не бывает. Вот. И, по моему мнению, вы здесь обесцениваете важность как раз-таки вот того, о чем говорит молодой человек. То есть молодой человек, ну, молодого человека что-то беспокоит, он с этим обращается. Да, криво. Криво, косо, там, деструктивно, это все верно. Ну, как умеет. Вы говорите, что на пустом месте. Вот. То есть, по сути, происходит обесценивание. Обесценивание того, что молодому человеку важно. Ну, как бы, вот, это не может не улучшать атмосферу, условно говоря, вот не может. Понимаете, понимаете, да? И, ну, вот, я думаю, я думаю, что вот, ну, вот, то, как вы привыкли видеть своего, ну, своего мужчину, да, вы привыкли его видеть. То, что он вас, там, полностью принимает, да, то, что он, там, значит, никогда у него, там, к вам претензий не было и прочее. Вот вы как, ну, вот, вообще, сейчас отказываетесь всерьез относиться к тому, что ему что-то не нравится. Я могу вас понять, потому что это, на самом деле, это действительно, ну, это действительно непривычно, это действительно неприятно, это действительно даже в какой-то степени травмирующе. Вот, ну, давайте попробуем, вот, попробуем подумать, в каких, в каком случае, или в каких случаях, да, это может быть травмирующе. Что вот вам, значит, давали почувствовать себя ценной, а сейчас, ну, перестану. То есть, на мой взгляд, это вот как раз-таки неприятно и травмирующе именно тем, что вы не чувствуете больше себя ценной для этого человека. А другого источника ценности своей у вас как будто бы нет, как будто бы нет. И вот вам возможно, вас эта возможность и задевает сильнее всего. Вам это, возможно, и как бы обходится больнее всего, вот этот момент. Только вы как-то вот не признаетесь в этом себе, да, вы не признаетесь в этом ему, вот. Вы, по сути, ну, пытаетесь, как бы, рационализировать это, по сути, вы пытаетесь. По сути, вы стараетесь рационализировать. Вы говорите, если там вот каких-то объективных факторов нет, то я не согласна, говорите вы и прочее. Вы, опять же, в какой-то степени отказывает признавать и принимает позиции молодого человека. В жизни бывает такая история, что вот вы были ценны, да, и перестали быть. Ну, не изменилось, просто вот, просто сам человек изменился, так бывает. Я думаю, что вам было бы проще это принять, если бы у вас был другой источник ценностей вашей, а его нет. И поэтому вам будет, в том числе, так, ну, так тяжело, вот. Естественно, это не единственная причина, естественно, это не единственная причина. Причина есть еще, например, то, что, ну, 12 лет это большой срок, вы привыкли, как бы, к человеку, да, есть, ну, привязанность. И так далее. То есть это тоже, этого тоже никто не отменяет. Вот. Дальше. Я начала меняться, похудела, всегда в хорошем настроении, рада ему. Интересно, для чего вы стали меняться? Зачем? Вот. Это очень интересно. То есть, одно дело, если вы начали меняться для него, это не очень хорошая история. Вот. Скажу честно, это негативная история, потому что, когда человек меняется для кого-то, да, ну, вот, очень велика вероятность того, что, ну, вот, что-то пойдет не так, очень велика вероятность, что что-то сложится не так. как мужчина, например, ну или партнер не оценит это и, в общем-то, ну грубо говоря, все усилия, они, значит, будут зря. Собственно, ну, собственно, вот это как раз, на мой взгляд, у вас случай и случилось, вот, то есть, то, что вы начали меняться, это понятно, а вот ваша мотивация, для чего вы начали меняться, это вопрос, понимаете, да? А тут вы же говорите, что начала худеть, там всегда в хорошем настроении, рады ему, ну, то есть, так же не бывает. Люди там все разные и настроения у людей разные и все, а тут вы вдруг резко начали меняться. Как будто бы вот из, ну, не знаю, какого-то страха, да, что он вас может бросить. Вот. То есть, как будто бы вы вот, ну, боялись и, может быть, боитесь до сих пор, что он вас бросит. Но, как я думаю, самое здесь главное то, что вы опасаетесь не встретить такого мужчину больше, который бы к вам так относился, вот, который бы вот так себя вел по отношению к вам, вы боитесь, что никто больше не будет, ну, воспринимать вас вот так, то есть, идеализировать, да, там, вкладываться очень, ну, сильно. И так далее. Вот. Я думаю, ну, я боюсь, я боюсь, что ваша мотивация, она в этом. Вот. Поэтому здесь, ну, на мой взгляд, нужно решать вопрос с вашей ценности, в первую очередь, как вот, ну, как я думаю, вот, нужно, чтобы вы учились, ну, самостоятельно, вот, себе видеть, ну, ценность свою, сами, чтобы вы видели свою ценность, вот. Я думаю, так. Без этого вы не сможете быть в отношениях на равных, на мой взгляд. То есть, сейчас это происходит как? Сейчас это происходит так, что вы то для человека на первом месте, и вы аргел принцесса, вот, то вы, там, словно, для человека мало что значите, да, и, ну, вообще, там, образно вы для него чуть ли никто. Вот. Ну, правда, опять же, заключается в том, что ни то, ни другое не является истиной. То есть, когда мужчина говорит о том, что, а, вы для него, там, самое-самое и прочее, что, там, он вас на руках носит, это не совсем правда. Вот. И когда он говорит, что вы, там, все для него, там, вообще больше никто, это тоже не совсем правда. Вот. Но вам это не поможет, потому что вы, от этого зависит, как будто бы. Вот. Дальше. Я, так. В июне он мне сказал, хочет расстаться, спросил, почему и что его не устраивает. Он сказал, что я идеально, но все равно хочет уйти. Вы спросили, почему и что его не устраивает. Вот. Из какого чувства вы его спросили об этом? Из какого чувства? Вы его спросили об этом, ну, потому что вам как-то, правда, интересно? Вот. Или вы спросили его, чтобы найти причину, причину, чтобы он не уходил. Вот. Люди, опять же повторюсь, довольно-таки болезненно реагируют на ситуацию, когда их вот пытаются удержать. Да? Вот. Поэтому ваш вопрос здесь выглядит как то, что я не принимаю твое решение. Вот. И, значит, хочу его изменить, грубо говоря. Вот так это выглядит. Ну, вот, наверное, вам теперь нужно будет подтвердить, правда это или нет. То, что, вот, ну, мои предположения. Дальше я сказал, что нет, если причин никакой нет, то я против. А должна быть причина? Как вы к этому приходите? Так. Вы пишите, что у вас сейчас такие условия, ну, опять же, то есть, сохранять отношения получается ради условий. То есть, вот то, что вы решили, что, ну, что одному не справиться, получается, в этом дело. Если бы, если бы вы видели возможность, например, справиться одной, да, то что? Что-то бы изменилось тогда? Я просто, ну, понять хочу вас здесь. И хочу, вот, чтобы вы, ну, чтобы вы постарались обратить на это внимание. Ну, на свою мотивацию. Вот. Потому что мне кажется, это важно. Дальше. Так. Потом признал, что влюбился в другую. Хочет быть с ней. Она его благотворить. Как он красивый. Обо мне знал. Ей все равно было. И как вы на это отреагировали. Он прекратил с ней общение с июля до ноября. Наши отношения начали налаживаться. Но все равно замечал, что он лично без настроения. Грустный. Ничего не хочется. Снова, как будто бы здесь вы больше опираетесь на человека, да, нежели чем на себя. Вот. То есть, как будто бы вы смотрите на человека, и как будто бы от него зависит ваше, ну, настроение, да, ваше состояние. Вот. В какой-то мир, в какой-то мире это, конечно, так. Но вопрос в том, не является ли это, вот, ну, что называется, ну, чрезмерно, да. Вот. То есть, это вот вопрос, на мой взгляд. Очень такой серьезный. Ну, и когда вы говорите о том, что ваши отношения стали налаживаться, у меня, вот, тоже возникает тут такой вопрос. Что вы под этим, во-первых, подразумеваете, да. То есть, что вы подразумеваете под тем, что ваши отношения начали налаживаться. И, во-вторых, ну, делали ли вы для этого что-то, чтобы они налаживались. Вы сами сделали ли вы для того, чтобы ваши отношения налаживались. Или это все происходило, вот, как-то, ну, что называется таким вот случайным образом. Это очень тоже важный момент, потому что, что такое, ну, что такое отношения стали налаживаться. Для меня вопрос. То есть, я хотел бы, вот, это прояснить несколько, потому что можно это, ну, по-разному трактовать, да. Вот, мне бы это делать не хотелось, не хотелось трактовать, вот. Поэтому, вот, хочу спросить, спросить у вас. Значит, значит, когда вы говорите, что отношения налаживаются, вот, в этом смысле, что вы имеете в виду? Что для вас? Налаживание отношений. Дальше. В начале ноября он мне сообщил, что ездил к ней увидеться. Она его любит и ждет. Тут начались ссоры каждый день. Какая я плохая жизнь испортила. Плохо к нему относилась. Это я причина всех его проблем. Если без меня, ему будет лучше. Вы перечисляете, соответственно, какие-то, ну, вот, его, ну, претензии. Вот. Но у меня вопрос больше к вам. А ваши претензии? Они ведь, ну, тоже, наверное, были. Ваши претензии. То есть, ну, то есть, у вас претензии какие-то тоже были. Потому что ссора, она, ну, не была бы возможна, да, без, без участия двух людей. Вот. И, соответственно, если вот ссора возникла, то ваше участие возникло никакое. Вот. А то получается немножко, знаете, так, однобоко, да, что его слова вы приводите, вот. А свои слова, ну, то есть, вот то, что вы, что вы, значит, ну, как вы, там, образно говоря, вели себя, да. Вот. Вы не приводите. А она важна именно, вот. Ну, обе стороны, причем, желательно, даже не обе стороны, а ваших сторон. Потому что вы обратились к нам. Вот. Собственно, ваш вклад в конфликт, он, ну, какой. Вот это было бы очень хорошо и, ну, полезно было бы, было бы узнать. А так вы, ну, об этом не говорите, по сути дела. Сейчас. Дальше. Дальше. Значит. Сказал кто-нибудь искать себе квартиру и поставил перфектом, что съезжает от меня. Я уже была согласна, так как слушать каждые оскорбления я уже не могла. То есть, опять же, вы вроде как не могли слушать оскорбления сами, да, но при этом, как будто бы и, ну, не предпринимала ничего, да, для того, чтобы как-то это исправить. То есть, ну, казалось бы, не нравится вам, да, то, что вас оскорбляют, ну, это нормально, естественно. Ну, так, что вы делаете для того, чтобы вот, чтобы вас, ну, чтобы вас перестал, собственно, вас, собственно, оскорблять. А тут же есть ощущение, что вы просто заняли вот в этом смысле, ну, такую, знаете, пассивную несколько позицию. И как бы, ну, это вот, на мой взгляд, тоже вот то, что мотивирует меня думать, что вы находитесь вот в некой такой зависимости. Затем он сообщил, что съезжает другу, чтобы разобраться в себе, кто ему на самом деле нужен и чего хочет. Ну, это, как это сказать, это, вы пишете про него, опять же, а вы-то сам, вот, ну, во всей этой ситуации, да, где вы? Вот, если, например, не брать в расчет, ну, вот, если рассматривать вас, да, без, без молодого человека вообще. То есть, ну, просто, если вы, ну, как бы, отдельно от него. А вы отдельно от него себя воспринимаете? Видите ли вы себя вне его контекста? Дальше. А, прошлая неделя с его приездом приходилось добрать вещи, был холодный, например, общаться не хотел, сказал, что хочет избавиться от привязанности ко мне и двигаться дальше. Он сообщил маме о своем приезде, и она мне позвонила, чтобы узнать всю мою версию, и какая она. Он сказал маме, что съехал, потому что мы целый день ругались, я к нему относилась, обижала, унижала, и он больше не хочет быть со мной, что ему было очень плохо, и без меня жизнь станет лучше. Меня очень сильно это задело. Как? Вас обесценили. Обесценили. Перестали подтверждать ваши ценности. Прощение. Так. Значит, ну как еще год назад делал все для меня, была самая лучшая, как я говорил, а сейчас ему жизнь испортила. Ну вот, есть ощущение, что вы просто потеряли то, что он для вас сделал. Прощение не просил, вины своей не чувствует. А за что? Вина это, вообще-то, манипуляция. Это такой способ удержать человека. Вам было бы лучше, если бы он чувствовал вину? Дальше. Я хочу его вернуть, но человек не предмет, чтобы его возвращать. Вам нужно выстраивать коммуникацию более зрелую, более личностную, нежели чем сейчас. Вот. Поэтому, в первую очередь, вам нужно научиться грамотно говорить о своих чувствах и разобраться в себе. И увидеть свои добренности, которые вы пытаетесь удовлетворить в отношениях с ним. На данной мере он убежден в том, что без меня будет лучше этот связь, который мы к нами. Он хочет разорвать, чтобы двигаться дальше. Казалось, что через месяц поговорят. Я не хочу, чтобы эта связь исчезала 12 лет вместе. Ну, люди... Тут дело не в количестве лет. Это в том, что люди меняются. Вы говорите, не хотите, чтобы эта связь исчезала? Почему? Постарайтесь увидеть. Что я могу сделать, если бы он перестал себя в этом ожидать, что я такая плохая. И начать с ним общаться более зрелым. Пока он на контакт не идет, думаю, он тоже скучает, но он упрямый, не признается, он должен перейти в конце недели. Не знаю, как себя вести. Хотелось бы поговорить про решение. Сейчас на это рассчитывать не стоит. Вам сейчас надо бы сделать так, чтобы просто вот какое-то такое нейтральное общение, нейтральное, у вас восстановилось. На его основе уже можно будет что-то строить. Но гарантии никто не дает. На этом все. Желаю вам всего самого доброго. Удачи. Обращайтесь.